Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, и мы продолжаем наш разговор об уходе за садом в осеннее время. Осень, пожалуй, самая благодатная пора. Мы убираем урожай, заготовки, закладываем на хранение, но это прекрасное время и позаботиться о некоторых наших плодовых и ягодных растениях. Дело в том, что такую важную операцию, как обрезка, принято приурочивать к концу зимы-началу весны. Но что касается смородины, как ягодной культуры, то, учитывая особенности его вегетации, обрезку ее можно провести и в осенний период. Дело в том, что смородина просыпается очень рано. Одно из первых. И провести обрезку, допустим, в марте-апреле будет уже сложно. В том плане, что набухшие почки очень легко обламываются. Зимой, как обычно, проводить обрезку смородины тоже бывает проблематично. Дело в том, что смородина обрезается следующим образом. У нее ежегодно, или раз в 2-3 года, удаляются самые старые ветки. И удалять их нужно именно под самый корень, под основание, не оставляя пеньков. Когда у нас в саду лежит снег, согласитесь, сделать это бывает проблематично. Ну и, наконец, сделав обрезку смородины сейчас осенью, мы сэкономим себе немножко такого ценного времени рано весной. Итак, каковы принципы обрезки смородины? Дело в том, что у смородины плодовые ветки способны давать хороший урожай 3-4 года. В дальнейшем эти ветви сбавляют свою продуктивность, и их следует заменить молодыми, которые образуются ежегодно, так называемый прирост текущего года, поросли. Это делается для того, чтобы как можно больше продлить высокопродуктивный период в жизни смородины. Второй момент, который мы обязаны, второй момент, который мы обязательно должны сделать сейчас, именно осенью, это удалить все поврежденные тлей верхушки побегов. Более того, на многих верхушках тля уже сделала свои яйцекладки, и как только пригреет весеннее солнышко, из этих яиц выйдет тля и начнет вредить нашим кустарникам. Итак, обрезаем мы черную, красную, желтую смородину следующим образом. Внимательно осмотрев куст, мы определяем кандидатов на вырезку. Обычно это самые старые ветви, возрастом от 4 лет и старше. Иногда они бывают покрыты даже лишайниками, что как бы свидетельствует, кричит уже о том, что удаляйте, я уже старею. На них, на этих ветвях часто заметны признаки снижения продуктивности. Прирост маленький, есть усохшие ветви. И держать, соответственно, такую ветку на растении нецелесообразно. При вырезке стараемся вырезать как можно ниже, не оставляя пеньков, на которых может поселиться какая-нибудь грибковая инфекция и ослабить наш куст. Не обязательно удалять все ветви, которые вы считаете старыми. Дело в том, что это может отрицательно тоже отразиться на состоянии куста. Обычно достаточно вырезать 2-3 наиболее взрослые ветви. И этого достаточно. В следующий год вы вырежете новую ветку. Взамен вырезанным мы оставляем самые хорошо развитые молодые побеги текущего года. Так называемые побеги возобновления. Именно из них сформируется новая плодоносящая ветви, которая будет давать урожай вам ближайшие 4-5 лет. Итак, мы обрезаем. В первую очередь мы удалим те ветви, которые поломались под нагрузкой урожая, либо заболели, высохли, поражены сильно заболеваниями, или вредителями, например, стеклянницей. Во-вторых, мы удаляем те ветви, которые слишком низко расположены. Такие ветки под нагрузкой ложатся еще ниже. Не всегда есть возможность поставить под них подпорку. И на таких ветках обычно сильнее всего развиваются различные болезни, типа мучнистой росы или септериоза. То есть ухаживать за таким кустом, который буквально разлегся на своем участке, бывает проблематично. Поэтому низко расположенные ветви мы вырезаем. Таким образом, освободив свой куст от слабых, загущающих, поломанных и старых побегов, вы намного сокращаете себе работу по уходу за смородиной весной. И куст начинает новый сезон уже в полном всеоружии, готовый к цветению и плодоношению. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок.